Привет, друзья! Это Егоров и Медиа Сандали. Ролик выходит и на Ютубе, и на ВК-видео. Тогда как эксклюзивный формат новостей из большого спорта и скандалов из большого спорта, он будет эксклюзивно выходить именно на ВК. Что ж, ну а сейчас будем обозревать медийный футбол. Тем более, за последние дни много интересных событий произошло. И есть время обо всем об этом рассказать, в том числе и сделать обзоры на те матчи, которые как будто бы прошли немного стороной. Это и Кубок Льда в Норильске между Броком и Тудротс в футзале. Это и матч десятки в Бресте. И покажем один гол забитый Рокет Тим в ворота команды из Ливии. Там скоро должен состояться еще и второй матч. Ну а также обсудим огромное количество трансферных тем. Скоропуб, переходящий в десятку. Данилин, который уже перешел в десятку за 3 миллиона. Черный, который перешел в Лит Энерджи. Попытки Тудротс переманить Алишера Рахимова. Виталий Панов, заключивший контракт с Амкалом. И люди, которые в принципе хотят с Амкалом заключить контракты. Но у них есть в том числе и действующие профессиональные контракты с клубами первого дивизиона. Поговорим обо всем об этом. Прямо сейчас. Поехали. Что ж, начнем с того, что могло пройти мимо. Броуки и Тудротс играют в Норильске. Идея матча пришла в голову Норильскому Никелю достаточно давно. Еще после финала летнего, когда Броуки в МФЛ 5 обыграли Тудротс со счетом 3-0. И вот нужно было эту игру в футзал. А в Норильске очень популярен футзал. Нужно было к чему-то приурочить. И приурочили к матчу-реваншу. Для этого сняли суперский, просто великолепный ролик, в котором Жека и Некит заходят в старинное поместье. Там, кстати, жил Александр Сергеевич Пушкин. Егоров играет на фортепьяно. Райзен за столом, видимо, собирается писать поэму под названием «Премки». И вот Жека и Некит бросают перчатку и предлагают стреляться, чтобы отомстить за поражение в МФЛ 5. Но Броуки предлагают матч в столице льда. И Тудротс и Броуки решают все-таки это дело организовать. Что ж, летят команды в Норильск, путешествуют, ходят на экскурсии, смотрят действительно, как на самом деле, где и как наше национальное благосостояние куется. В прямом смысле этого слова, не в футбольных полях, конечно же. А в шахтах, на медном заводе, куда мы лично сходили, конечно, масштабы поражают. Поражают героизм, в том числе людей, которые там работают, поражают, потому что зимой, например, они вообще практически не видят солнца. Я уже не говорю вообще о труде, который они прикладывают. В общем, мы были действительно поражены и масштабом, и гостеприимностью. Ну а после в спорткомплексе «Айка» сначала провели открытые тренировки. Кстати, «Айка» — это белый медвежонок, который жил у кинооператора прямо здесь, в Норильске, Юрия Ледина. И она стала настоящим символом «Айка» города, потому что ее можно было и на улице встретить. В общем, погуглите. Трагичная судьба белого медвежонка. Сначала счастливая, потом трагичная. Что ж, в этой «Айке» при заполненном зале Броуки, Тудротс и сыграли за тот самый кубок льда. Нужно сразу сказать здесь о тренерском противостоянии, потому что Евгений Ловчев был многие годы тренером мини-футбольного «Спартака». Выигрывал золото чемпионата России. Кстати, на одной из игр в Норильске получил инфаркт. Представляете, вот такое вот было. А Дмитрий Кузнецов вообще работал главным тренером Норильского «Никеля» и выигрывал здесь золотые медали чемпионата России. В общем, настоящие мини-футбольные гуру тренировали команды. Ну и матч начался без раскачки. Сначала у Броков были моменты, но потом Гудай красиво прокинул мяч между ног Кири, пробил, попал в Пашу Яковлева и мяч летел в ближний угол ворот Николая Зирикова. Классный действительно финт Гудая и гол Гудая. Вот вам и центральные защитники. Кири пробросил между ног, ну и дальше с носка в ближний угол Коли Зирикова забил, а рикошет. У Броков тоже были шансы. Вот Мэджик выходил один на один, но попадает в Сычева. Потом Соснин в подкате отбирает мяч, а Сэм после паса Маузера бьет в пустые мимо. Правда, тут же Мана после передачи Скоропупа также дает мимо буквально с линии. Ну это, конечно, гениальные промахи. Ребята просто мимо пустых бьют, потому что, наверное, еще к минимум футбольному мячу маленькому не привыкли. Четверка, если я не ошибаюсь. В следующей атаке Дава выбивает мяч Уэда. Як и Сухой проходят к воротам и забивают мяч. Классический розыгрыш, классическая стенка. Когда твой тренер ловчим, плохую стенку разыграть ты не имеешь права. Да, очень здорово разыгрывать. Кстати, это первая авиасвязка. Сухой Суперджет, Як-40. Ну, называйте, в общем, как хотите. В общем, Як и Сухой. Первая авиасвязка в медиафутболе. Нужно будет их на авиатренажер, я думаю, посадить. Но игра продолжается. Тут же стиль в подкате отбирает мяч у Мазуру. Гудай продолжает атаку. Отдает на стерех. Отдает на стиле, удар, добивание. И дубль от центрального защитника. Ну, здесь непонятно, на самом деле, как пылесосом буквально мяч засосало в ворота от Николая Зирикова. Но дубль гудай, молодец. В перерыве брокам нужен был совет гения. И Евгений Ловчев сказал, длинный, иди в атаку. Вот длинный, иди в атаку. Длинный, это Жекич. Ну, точнее, все там сказали, чтобы длинный шел в атаку. А Жекич вообще, он не понимал, как играть в этот мини-футбол. Что там делать? В отборе у него не получалось. Он ходил с кислой миной. Пришел в атаку. Там Антон Васильевич Соснин мяч получил. Отдал Жекичу на радиус. Тот продавил Фрола и забил. И сам в шоке был, что забил. Так броуки начали переламывать, потому что появился в их игре план. Уже в следующей атаке Мэджик убегает от Эдамса. И вместо того, чтобы пристрелить или сильно ударить, просто катит мяч в ближний угол Сычева. 3-2. Так броуки ведут в счете. Дальше у Броков на самом деле было еще много шансов забить. А забил Жекич головой чуть ли не с центра поля после паса Коли Зирикова. Да, неожиданный гол. Дубль Жекича. Центральный защитник. Посмотрите, как он положил. Опять сам в шоке. После игры Тодрот еще долго смеялись над тем, что у вас люди в мини-футболе забивают с центра поля головой. Гудай особенно смеялся. Но Гудай один из лучших игроков, кстати, этого матча. А у Жекича тоже дубль, как и у Гудай. То есть центральные защитники у нас уже сколько забили? 2 Гудай, 2 Жекич, 4 из 6. Дроты тут же снимают вратаря. Но вместо сокращения счета получается 5-2. Потому что сухой суперджет отбирает мяч у Эдамса, опережает его и вбегает в ворота. Еще один мяч от защитника. Представляете, 5 из 7 уже защитники положили. Правда, Дроты не сдавались. Вот здесь уже Эдамс отдает на Терехова. Терех быстро на Гудай. Гудай простреливает на стиле и гол. Красиво. 5-3. Есть еще и красный мяч. Ну, красным мячом здесь делает сейв Коля Зириков. Но интрига долго не существует. Потому что Гриня получает мяч, бьет слева и в дальний. И в итоге мы получаем 2 голевые уже от Зирикова. И 6 из 9 голов уже от защитников. Но это был отнюдь не предел. Потому что дальше уже Илья Давыдов получает мяч и бьет дальнюю девятку в ворот Белки, который на площадке появился. 7 мячей защитников. Уверенная победа Броуков со счетом 7-3. Шина празднует как Джуд Беллингем. Ну, а ловчиво качают. Возможно, он останется в Броуках советником. Не знаю, насколько для Дротов был важен этот кубок, но еще один финал они в этом году проигрывают. Вот лично мое мнение такое. Каким бы ни был кубок, его надо забирать. Вот я прям с этим заходил в раздевалку Броуков и говорил, ребят, пофигу, у вас финал и вообще матч за кубок дается раз в миллион лет. Пожалуйста, нам нужно этот кубок забрать. Пусть он называется кубок льда. Пусть называется кубок песка. Кубок чего угодно. Главное, что это был матч-реванш за МФЛ 5. И мы в этом матче-реванше официально. Нам же бросил вызов Жека. Нам же бросил вызов Нейкет. Мы этот вызов приняли и победили. Очень важно, на мой взгляд. И говорит, что да, это так. Ну, может, для кого-то это так. Это не хорошо, не плохо. Но кубки надо забирать. Особенно, когда ты в своей жизни много финалов проиграл. Это, кстати, уже касается не только Броуков, но и Тудроц. Но ни одним этим матчем единым все живы. Тем более, этот матч породил еще кучу трансферных слухов в плане перехода Алишера в Тудроц или Гаучо в Броуке и много всяких других тем. Но параллельно где-то в Бресте встречались десятка Динамо Бреста. Они уже играли в Бресте. Также было много зрителей. Больше, по-моему, 4 тысяч на первой игре. И тогда Брест выиграл со счетом 3-1. Но десятка очень достойно смотрелась. Достойно десятка начала и этот матч. Потому что тут же создал момент Воробьев на восьмой минуте. Он получил передачу, скидку от Кутузы пяткой. И бил. Но попал в защитника. Динамо ответила ударом по пустым воротам. Но форвард не усмел нормально дотянуться до мяча. Чуть высоко этот мяч пошел. Уже в следующей атаке, правда, Воробьев пробил еще раз. На этот раз дошел мяч до вратаря, который спас команду. И вот игра была равной, 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 равной. Но постепенно такое ощущение, что десятку силы оставляли. Чуть-чуть терялась концентрация. В одном из моментов Погос выбил мяч ваут. Чуть-чуть полежал на земле. Быстро Брест этот мяч разыграл. Последовала подача классная. И удар сходу такого гвоздя дали. Как Криштиану Роналду практически в финале Лиги Чемпионов в Москве против Челси девятого года. Что ж, классный мяч забитый получился у Бреста. И они, кстати, продолжили атаковать. Атаковать не просто атаковать, а даже добить. Посмотрите, я вот целиком покажу одну комбинацию. Атака от ворот до ворот. Сколько здесь передач? Ну, передач не так много, но очень классно они вышли из обороны. Дошли до чужих ворот. Там еще были скрытые передачи в усы, так называемые. Выход один на один. Удар и выбивается мяч на угловой. Контратака 3 в 3. Это Корцов. Корцов может сам завершать удар. Корцова на себя принимает Чечерин. Хорош. Центральный защитник десятки. Атака продолжается. Корцов выход один на один по Масан. Ну, а после углового следует подача. Неразберих штрафной и удар в нижний угол. Причем, мы не сразу это понимаем, но мяч был забит красный. А значит, засчитывается за 2. И значит, 3-0 уже ведет Динамо Брест. Который еще, кстати, в конце тайма мог и 4-й забить. Вот так вот неожиданно заканчивается тайм. Зато в перерыве у десятки появляется на поле Максим Данилин, перешедший с Броуков за 3 миллиона. Мы еще трансферную тему обсудим. И 6 минут ему потребовалось на то, чтобы получить мяч и сделать скрытый удар из-под защитника в дальний угол. Очень классный гол. Давайте смотреть повторы. У вратаря не было ни единого шанса, потому что Данилин реально скрыл свой удар и попал точно в кармашек. В левый нижний угол от вратаря. Классный гол. Поздравляем Данилина с первым забитым мячом. Инвестиции Азамата начинают оправдываться. Я думаю, что он этому очень рад. Брест тут же создает встречный момент, чтобы увеличить счет, но вратарь тащит. Потом еще было попадание от Брестского Динамо в штангу, но мне кажется, там в створ ворот было достаточно тяжело попасть. Но были шансы и у десятки. Например, Голышев пробил мимо дальнего угла. И после подачи Данилина тоже мяч прошел после удара головой рядом со штангой. И более того, в концовке десятка получила шанс на красный мяч. И как вы думаете, что случилось? Да Мишин вышел один на один, но не попал. Чему очень расстроился. Мишин только что перешел из банки. Что ж, вот такие обзоры матчей. Динамо Брест обыгрывает десятку со счетом 3-1. Броуки обыгрывает Тудрот со счетом 7-3. И где-то в Ливии Альхилляль, не тот Альхилляль, который в Саудовской Аравии, а немного другой Альхилляль, играет с Рокет Тим. Там будет два матча, и, насколько мы понимаем, первая игра заканчивается со счетом 1-1. Такого полноценного обзора у нас этой игры, к сожалению, нет. Но на вторую, как говорят, соберется целый стадион. Это будет такой национальный праздник, возможно. Ну, если так, то хорошо. Примерно потратили, насколько мы понимаем, Рокет Тим деньги за перелет. Это, наверное, туда-обратно где-то в районе 5-6 миллионов. Немаленькая сумма, как мне кажется. Может, и дешевле, но просто мы брали, когда билеты ливийцам, получалось где-то 100 тысяч рублей в одну сторону. Но если им организовали проживание, бесплатные матчи, питание и так далее, то хорошо. Но я думаю, 7-8 миллионов эта поездка, наверное, встанет. Это, я думаю, для некоторых клубов в Медиалиге 2-3-месячный бюджет даже, скорее всего. Но, опять же, я повторяю одну простую вещь. Я понимаю, что есть ресурс. И если у тебя есть ресурс для того, чтобы путешествовать, покупать в разных странах футболистов, если у тебя клуб сам ничего не зарабатывает, а это госбюджет, фактически, или бюджет какой-то организации, в которой много денег, то, конечно, этим ресурсом нужно пользоваться. Иначе какой смысл тогда в эти команды переходить, если там нет ресурса, если его не забирать в виде зарплат, поездок и всего остального. Что ж, переходим к другим новостям. Ну, первое, конечно же, это кросс-информация с предыдущим роликом, потому что травма Степана Костякова попала в общий обзор спортивных новостей. Она намного шире медиафутбола, потому что, к сожалению, такие страшные повреждения. Вообще в футболе случается достаточно редко. Это один случай на сезон, когда действительно таким образом, прям вот так вот под углом 90 градусов складывается нога, ломаются все кости. Так вот, можем еще раз пожелать Степану Костякову выздоровления. Вратарь Динамо Кудровец пришел к нему в палату уже после первой операции, которую Степану сделали. Мы видим аппарат, который поставили ему на ноге. То есть не приближаем, конечно, потому что достаточно много здесь у нас чувствительных людей. Да и вообще YouTube может не очень нормально на это отреагировать. Ну и Кудровец вместе со Степаном, как в фильме «1 плюс 1» решили, что на премию медийной футбольной лиги Степан, видимо, поедет на инвалидной коляске, а подвезет его до туда сам Кудровец. Степану еще раз с выздоровлением перенес, мы знаем, вторую операцию. Динамо все расходы оплатит, плюс еще Степи собирают деньги. И представители Амкала, как Вася Маврин, который выставил свою майку чемпионскую за 150 тысяч рублей, удалось ему ее продать. В общем, желаем Степану, чтобы все было без осложнений и чтобы вернулся он в футбол, даже не выздоровление, а чтобы вернулся он в футбол и играл как раньше, как можно скорее. Теперь перейдем к каким-то другим. Кстати, довольно забавно. Тудроц выпустили ролик с финала между Амкалом и Тудроц, где некоторые ребята говорят о том, что поражение Тудроц было незаслуженным. Я тоже считаю, что игра была равной, но не бывает заслуженных и незаслуженных поражений. Есть счет. Броуки, которые проигрывают Титану, в том числе и за Судии, это тоже заслуженное поражение. Ну, забивайте в первом тайме. Ну, не бывает незаслуженных поражений. Хотя, может, и бывает, да, тоже, что я занимаюсь вот этими досужными рассуждениями. Просто есть факт, что обыграл Амкал Тудроц, и много сейчас комментариев, типа, что вы жалуетесь под пабликом, вы там проиграли по делу. Такая отсылка на второй май, но мне кажется, что по большей части это все-таки болельщики Амкал пишут в комментариях. Но не все проблемы сейчас для Тудроц исчерпаны, потому что активно муссируется слух о том, что Илья Скоропуп, один из лучших игроков Тудроц в этом сезоне, может перейти в футбольный клуб 10. Я думаю, не одной, но я думаю, он уже перешел. Ты общался с ним? Я общался с ним, и, ну, я, естественно, спросил, я говорю, ты определился с командой? Он сказал, что определился. Ну, Скоропуп приходит. Слушай, ну, общаются плотно они. Как нам говорят, Скоропупу уже и не раз, в тот момент, когда он выбирал, где продолжить карьеру в конце прошлого сезона после чемпионства с Титаном, Скоропупу уже не раз предлагали хорошие деньги для перехода в тот или иной клуб, но Скоропуп выбрал Тудроц, потому что ему был интересен этот проект даже за меньшие деньги. И вот Скоропуп провел год в Тудроц. Где у него есть свои взгляды на свое будущее, на свои желания. И вот он как-то, не знаю, в чем-то волнуется. Что можно сказать об этом периоде? Он был не очень для Скоропупа результативным. Что касается и титулов, и забитых мячей, и голевых передач, тем не менее, смотрелся он достаточно ярко. Скоропупа, лично скажу, как игрок, который с ним провел сезон, это очень хороший футболист, квалифицированный. И в любой команде он, как и медийная составляющая, как и футболист, очень такой импакт вносит хороший именно в структуру игры. Но не в медийном поле, потому что, возможно, сам Скоропуп не особо хотел делать так уж много контента. Может быть, он почувствовал, что его не развивает так, как бы он хотел. И я думаю, что в том числе из этого формируется желание, возможно, перейти к Азаматому Сугалиеву, у которого немножко другого формата развития, где он может пригласить тебе в любой момент любого комика, поставить его сниматься в твоих роликах, может быть, договориться с той или иной букмекерской компанией сразу о достойном и большом соглашении, большом контракте. И мы в общение приходим к тому, что мы так же ему можем дать, что ему интересно, или он может пойти в другой команде, пытаться получить то, что ему интересно, и мы это узнаем. И если когда это случится, уже можно говорить свое мнение. Кто-то говорит о том, что Азамат дает суперские подъемные, например, я не утверждаю, что так и есть, но вот Артур Газданов на столе заявляет прямо, что Бали и Шерри могли дать 2 миллиона подъемных за просто переход в команду. Сколько там по информации дали? Я не знаю, больше 2 миллионов рублей, вы что, конечно, он уйдет. Это что, 2 миллиона? Ну, кто-то и подъемный, я так понимаю. Подъемный? Ну, не знаю. Он не знает, просто как. Ну, то есть, зачем тебе продлить контракт там на 100 тысяч, если тебе могут дать 2 миллиона подъемных здесь? Однако у Скоропупа, мне кажется, достаточно много денег вообще по жизни, достаточно погуглить фамилию Скоропупа, посмотреть, кто у него папа, кто у него дядя. То есть, я думаю, что там не деньги занимают первое место, а как раз пытаются заманить, Скоропупа пытаются заманить, а, вот как раз съемками контента с комиками в большом продакшене, medium quality. Как это работает или не работает, не мне решать, не мне судить. Но мы видели, что и Бала там что-то снимает, Кутуз тоже что-то снимает. Насколько это удачно, опять же, судить не мне, потому что это немного не мой вид контента, я в нем не совсем разбираюсь. Ну и второе, Бала, Шера, мне кажется, вот они как раз те люди, которые хотели бы Скоропупа заполучить. Вроде как у них со Скоропупом дружеские связи, поэтому они постоянно выкрадывают фотографии вместе со Скоропупом, говоря, что деньги не главное и так далее и тому подобное. Типа вот ему медийно дали разъедать, дали ему бабок, вот он и ушел, фидос. Намекает также Герман Эль Классика на то, что Скоропуп уже в десятке. Ну и вообще, в принципе, все, что мы видим, все, что мы слышим, и то, что мы чувствуем, в том числе во время поездки в Норильске, что Скоропуп как будто бы не в Тудроц уже головой, и что скоро он команду покинет, и вряд ли за него будут давать такие уж большие деньги сами Дроты, чтобы Скоропуп остался. Что ж, Замат продолжает набирать футболистов, ну а что делать Тудроц? Ну, Тудроц нужно дальше искать игроков. Тем более, повторюсь, нет такого, чтобы Скоропуп, как, например, Алишер Рахимов, постоянно набирал большое количество очков по системе Гол Плюс Пасс, и Алишер, заняв третье место по системе Гол Плюс Пасс в этом году, оказывается, провалил сезон, да, как считает комьюнити, медиа футбольная, тем не менее, шесть очков по системе Гол Плюс Пасс. Что ж тогда сделали все остальные? Тудроц также хотят Алишера, и на столе некит говорит о том, что взял бы Рахимова за один миллион рублей. Скажу сумму, они будут готовы меньше. Ну, скажи, с учетом этого. Ну, лям прям завтра. Это нет. Однако выясняется, что договорились-то они еще в аэропорту Норильска на 3 плюс 1 с представителем броуков Антона Шинкаренко, 3 миллиона броуком и 1 миллион шине в карман. Нет, что-то за 2 плюс 1. Ему комиссию 1, и он, типа, сказал, он уговорит Егорова. И поэтому там уже пошли сдвижения какие-то. Я тебе говорю, мы проверим трансфер через шину. Кстати, у броуков сегодня подробно на эту тему выйдет ролик. В общем, конечно же, никто Алишера дешевле 10 миллионов никуда не отдаст, потому что Алишер нужен самим. Алишер может и должен набирать очки. При этом броуки сделали уже точечный запрос Тудроц по Гаучи. Это 2 миллиона рублей. Но Тудроц считает, что Гаучи стоит намного дороже. При этом непонятно, как он может быть намного дороже. Если Гаучи выходит в основном на замену, практически не забивает мячей. Да, у него был гол красным, но редко ему удается отличиться. И по сравнению с тем Гаучи, который был год назад, которого хотели уже все отдать в ФНЛ или в РПЛ, сейчас это тень Гаучи. Непонятно, чего сам тот же Гаучи ждет, находясь в Тудроц. Понятно, что есть максимальная лояльность к бренду, но как будто прогресс его закончился, именно если про Гаучи говорить, год назад. И хотят ли с ним мучиться и бороться, это тоже вопрос. Или просто не хотят отдавать любимого парня, который дротам нравится. Мы никогда не успели. Только победа. Вообще все эти трансферные разговоры, конечно, проложил дорогу им Максим Даниль. На его трансфер в десятку было официально объявлено, что сумма 3 миллиона мы никакие другие суммы не принимаем, мы рассуждения не приемлем, потому что могут быть любые договоренности, но есть официальная сумма трансфера 3 миллиона. Она в несколько раз, чуть ли не в 10 раз больше, другой официальной суммы трансфера, которая была до этого. Сейчас я коротко расскажу, как действительно проходил этот трансфер. Азамат сначала предложил одну сумму и отказал. Предложил обмен и отказал. Предложил третью сумму. Я здесь уже не мог отказать и написал напрямую Максу Данильну. Сказал, Макс, у нас есть очень хорошее предложение по тебе, и мы не хотим тебя отпускать, тренерский штаб против, чтобы ты уходил, но я не могу тебе не сказать о такой возможности, поэтому вот тебе номер Азамата. Если ты скажешь, что тебе предложили классные условия, если эти условия, в том числе учитывая, что ты молодой семьянин, если и молодой муж, если тебе условия эти как-то помогут изменить жизнь, единомоментно, либо в будущем, то мы тебя отпускаем. Макс написал раз, написал два, у них состоялись два этапа переговоров с Азаматом, после чего Макс сказал, да, я готов принять этот выбор, как бы сложно мне ни было, но сейчас действительно нужны и деньги, и какие-то дополнительные возможности, которые дают трансфер. Почему идет вопрос, почему бы броуки тогда не могли дать больше денег, чтобы удержать Макса Данильна? Ну, потому что бывают, друзья, такие предложения, когда выгоднее отпустить. Вот представьте, что вы, например, взяли и посадили помидоры у себя на огородном участке, вот какой-то куст, и этот куст, и вот вы с этого куста снимаете помидоры, или пусть это будет цветок, или не помидорный куст, и к вам приходит сосед и говорит, слушай, отдай мне этот куст, ты говоришь, ну не отдам, зачем, он мне самому нужен. Сосед говорит, ну давай я тебе отдам 5 кустов примерно таких же, они будут давать 5 раз больше урожая. Ты говоришь, да нет, мне нравится этот куст. Он говорит, слушай, ну давай просто, ну там 10, например, кустов, да, или еще больше. Ты говоришь, ну ладно, я, пожалуй, это все-таки уже нормально, я отдам этот куст, тем более у него там какие-то суперудобрения есть, которые могут побольше. И ты на эти деньги можешь взять там еще каких-то кустов, да, себе, и вырастить такие же красивые, чтобы к тебе, возможно, пришли и сказали, давай еще раз вот такой обмен устроим. Так что бывают предложения, от которых сложно отказаться, и которые сложно скрывать в том числе от твоего сотрудника. Вот так состоялся трансфер Максима Данильна. Но с другой стороны, друзья, как вот я рассуждаю, да, вот допустим, сейчас зарплата в медиафутболе 200 тысяч, да, и ты можешь взять игрока за 200 тысяч, мне кажется, у Азамата такое было, не только у Азамата, а он ничего не дает, да, ну ничего не дает. И получается, вот эти 3 миллиона, ты их вот так вот потратил, заключив контракт. Так что вот эти вот разговоры о том, что футболист стоит 500-600 тысяч, они достаточно странно для меня звучат, потому что не имеют ничего общего с истиной, потому что все это, конечно, стоит сейчас намного и намного дороже. Есть и другая порция трансферов, потому что бролки, видимо, в этой межсезонье больше отдают футболистов, продали и Мушвига Рзаева, продали сейчас Максима Данилина, не продлился контракт с Вадимом Черным, по поводу этого был записан Бруком и ролик. Вадиму для того, чтобы опцию контракта пролонгировать, нужно было просто сказать, что я вне зависимости от того, играю или не играю, буду лидером коллектива, буду положительно на него влиять и соглашусь на... Поэтому буду получать вот такую зарплату. Но за полтора месяца этой возможности Вадим этой опцией не воспользовался, при том, что я принципиально, хотя в том числе я понимал, что на эти деньги Вадима подписывать нерационально, потому что он действительно игрок ротации, я принципиально до последнего момента, раз уж ждал такое обещание. Но Вадим умный парень, я думаю, что он прекрасно понимал, что здесь он будет недоволен, по большей части, потому что у него сложилось впечатление, что несправедливо не ставить его в основной состав, когда здоров Антон Васильевич Соснин, что делают ставку на Лешера, Яка и Антона Соснина, и что он там с присутствием Бельгии не первый выбор, а когда восстановится Гео, может быть, они будут поровну играть. Конечно, это человек, который амбициозно не устраивает, плюс отмена ЛФЛ, и поэтому Вадим выбирает лид Энерджи, где, наверное, все-таки анализируя этот сезон, шансов играть в основе будет у него больше. Я думаю, что зарплата будет не сильно ниже, если ниже, и стадион Лужники для него ближе, потому что Вадим живет на юге, а Лужники, как известно, на юго-западе расположены, даже ближе к югу. В общем, по всем параметрам, я думаю, что Вадим сделал правильное решение. Также Броуков может покинуть Иван Зириков. Его хотят видеть в одном из профессиональных футбольных клубов. Об этом Броуке, как самый открытый клуб, наверное, Медиалиги, и объявят уже в ближайшее время, если этот трансфер состоится. Кстати, на переговорах присутствовал и Иван Зириков. То есть, я думаю, вполне развалатывается возможность, мы пока этого не знаем, возвращение Ивана Зирикова как раз-таки в Броуке в основной состав после пути РПЛ. Но ясно, что, конечно, это невременное решение, и временный вратарь Броуком на данный момент не нужен. Если кто-то и переходит в команду, то переходит на постоянную основу, потому что цели побеждать, они остаются, и неважно, команда это миллиардер, миллионер. Нет, есть уже система, она выстроена, и с этой системой нужно стремиться только к титулу. Ну и пласт, конечно же, еще новостей из Амкала отдельной строкой. Виталий Панов, я поздравляю болельщиков Амкала, продлевает контракт с клубом. Действительно, мне нравится смотреть и какие-то короткие ролики с их тренировок, как он взаимодействует с игроками, как даже во время простых занятий, вот недавно я смотрел ролик Костюкова, пересмотрел его телеграм-канал, где он там отдает обычную передачу, что каждое движение, каждое упражнение в мотивирующем каком-то плане комментируется со стороны Панова. И раз уж поймали ребята, и руководители, и футболисты, и тренеры такое общее настроение, то, конечно, это сказка, что Панов остается в клубе. Мы уже подписались. Да, я остаюсь. На какой срок? Там чуть больше года. Единственное, что может Панова из клуба забрать, я думаю, это предложение из футбольной национальной лиги, хотя, опять же, вряд ли из клубов-аутсайдеров, потому что мучатся и через 2-3 месяца терять работу, как это часто происходит, я думаю, никому не хочется. А здесь, уверен, у Панова и заработная плата на достаточно хорошем уровне, уж точно уровне, низа ФНЛ, потому что, ну, иначе дорогой тренер, который добивается результата, не может стоить совсем уж мало. Панов остается. Вместе с Пановом хочет остаться и Попекян, который также пришел из первой лиги, точнее, из второй лиги, но у него был контракт с Чайкой. Чайка и предыдущего клуба его купила за пар-тройку миллионов. И, конечно же, Чайке сейчас отдавать Попекяна в медиалигу невыгодно. И единственный здесь выход, ну, может быть, придется Амкало, если договорятся заплатить какую-то компенсацию Чайке. Может быть, так они решат. Ну, а может быть, Попекян скажет, я заканчиваю с профессиональным футболом, разоверет контракт и полтора года будет дисквалифицирован. Может и такое произойти, и в дисквалифицированном будущем сможет он играть в медиалиге. Правда, в Кубке России для него дорога будет закрыта. Также обсуждается тема с Прокопом, которого вроде как хотят в Амкале видеть, который вроде как сыграл в Динамо. Он как раз менталитет абсолютно другой. На тренировках, подготовке к тренировке, после тренировок, в раздевалке. Но, вы знаете, мне как будто здесь со стороны и президента клуба, и Виталия Панова, тренера, не хватает прямой фразы. Прокоп сильный игрок, мы хотим его видеть у себя, очень хотим его видеть у себя. Тем более, я знаю, что у Прокопа контракт заканчивается. Что будет в этом отпуске? Я думаю, беседа будет. Здесь больше как-то вот такое, да, он типа хороший футболист, Навс, он там вот всех это интересует, мы будем там смотреть. Как будто это говорится так, что Прокопа вроде как брать не очень хочется, понимаешь определенные риски, но нужно сделать хорошую мину, что, мол, мы его все-таки там любим, ждем, и он для нас очень важен. Если я нужен этой команде, если я нужен буду Родине, мне будет очень тяжело, прям очень тяжело, потому что, как я себя ощущаю внутри Родины, мне прям очень нравится. Как я ощущаю себя внутри Амкала, мне нравится не меньше. Понять сейчас, как Прокоп будет адаптирован вот в эту игру Амкала, мне вот лично очень сложно, хотя за Родину он провел уже такой хороший взрослый сезон. Ну и вообще, мне кажется, никто как Текила и Тарасов не будет нянчиться с Прокопом Володей, хотя с Прокопом, наверное, не надо, прям так уж сильно нянчиться, и Крапом. Впрочем, у Прокопа могло быть все и похуже, так что, наверное, сезон этот провел он удачно. Если мы будем рассуждать о других клубах, то там совсем непонятно, что происходит. Например, «Лотус» расстался с огромным количеством футболистов вместе с Асланом Гатаговым, но Аслан Гатагов уже проводил определенную чистку и набирал футболистов в Амкале. И багаж, не багаж, но какой-то багаж, наверное, присутствует в том, что Амкал выиграл. Потому что и Степана Костюкова все-таки он приводил, точнее договаривался о переходе. И Костяк как-то формировался, может быть, сам отдельно от Гатагова, но тем не менее какие-то действия он предпринимал. И все это привело, в принципе, к неплохому выступлению в МФЛ-5 и совсем уж удачному выступлению уже под руководством Панова в Кубке Лиги. Хотя Ахмат Нарзиев, бывший тренер Лотоса, сказал, что Гатагов команду развалил. Как это будет, мы узнаем дальше. Также дальше мы узнаем, где окажется Бирюков из Титана. Говорят, что в Роке Тим. Но, во всяком случае, пока клубы, топ-клубы не заявляли о том, что они в нем заинтересованы. Если говорить о других командах, то Арсений Капитанов, судя по всему, покидает Скоростов. Закончился его роман, скажем так, видимо, с Виталием Миллером. Ну, где Арсений окажется, на данный момент неизвестно, потому что все-таки в командах, пусть не ошибаются, не обижаются ребята, в командах второго эшелона он провел последние несколько сезонов и не набрал большого количества результативных баллов. В общем, каждый выбирает свой путь, свою дорогу сам. Это, наверное, все новости медиафутбола на сегодня. Встретимся с вами в понедельник, а в перерывах смотрите шортсы, там будут вырезки из передачи «Большом спорте» на ВК. В частности, разбор интервью Артема Дзюбы мы сделаем, ну и, наверное, подборку спортивных новостей, которая также очень важна. Это был Егоров, «Медиасандали», которые теперь по большей части два раза в неделю будут выходить. Всем пока. Ну, еще раз скажу, в качестве постскриптума, сейчас я набираю большую команду стажеров, которые также будут заниматься «Медиасандалями» и моим сообществом ВК. Что ж, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok